ТЛ7-120 Сегодня выкатим его из ингара и обязательно обсудим данную машину. В отношении Скорпиона, не стоит 8500 однозначно в голом состоянии, объективно нормальная цена, ну максимум 7500. Что же можно сказать про набор? 17500 за две машины в целом может показаться вполне себе приемлемым ценником. Но при этом всем стоит отметить, что условно ТЛ7-120 достается вам за 10000. Но я не считаю, что эта машина порадует прям любого танкиста в нашей игре. Дело в том, что ТЛ это только условно тяжелый танк. По большому счету это средний танк, имеющий крайне скудное бронирование. Да, пускай неплохую подвижность, но на этом прелести данной машины заканчиваются. Сейчас более подробно его обсудим и выкатим обязательно из ангара, чтобы посмотреть на что он способен. Здесь вы получаете открытое все оборудование, по моим подсчетам в районе 3,5-4 миллионов серебра. В отношении легендарных внешних видов, да, действительно классно смотрится, красиво. Здесь спорить не буду и МТЛ-ка в своем внешнем виде, ну куда интересней, нежели в любом другом каму, который вы можете на него надеть. Что можно сказать про внешний вид Скорпиона? Тоже прикольно выглядит, но здесь уже ничего такого существенно удивляющего. Просто два Скорпиончика, просто немецкий крест на верхнем бронелисте и в принципе на этом все. Ну, немножко разукрашен. Поэтому сказать, что этот легендарный внешний вид для машины прям остро необходим, не могу. Можно подобрать что-то похожее. Есть Х5 в количестве 20 штуки. Я лично считаю, что на Скорпионе их вы реализовать сможете довольно неплохо, если умеете играть на кустарной ПТшке. Ну, а в отношении ТЛ очень большой вопрос, действительно ли им получится реализовать данные иксы так, чтобы круто поднять свой элитный опыт экипажа и поднять свои копилочки. В отношении ТЛ-ки, ребят, я бы не сказал, что машина прям суперкрутая. Как я уже говорил, скорее всего, многим танкистам данная машина не понравится. Мне, допустим, она не заходит абсолютно. Единственное, чему я радуюсь, что я смог получить ее на твинке, правда, но абсолютно бесплатно практически из рулеточки. Кстати, если хотите посмотреть мой прокрут рулетки на огромный сюрприз, то переходите по ссылочке, которую я добавил в описании. Поверьте, там есть на что посмотреть. А куб у меня получился в 5 раз больше, нежели я потратил. В отношении орудия. Здесь нечем особо хвастаться, оно просто плюс-минус нормально сбалансировано. 3,8 время сведения, разброс 0,330. Крайне сложно реализуемый ДПМ в 2,5 тысячи, потому что машина неживучая и броней не обладает. Да и плюс, когда против десяток играешь, ну прям совсем грустно становится. Время перезарядки 9,5 секунд с пробитием 249 миллиметров. Достаточно против того, чтобы с десятками сражаться, но, повторюсь, еще раз выдержать натиск очень сложно. Урон классный, 400 единиц за один выстрел и неплохой угол склонения орудия вниз, минус 7. По подвижности машина не блещет в принципе, но в целом далеко не самый худший показатель. Здесь 36 вперед и 10 километров назад. Назад откатиться сложно, вперед катиться нудно. Хотя лучше, чем у некоторых других тяжелых танков на своем уровне. Но, опять-таки, возвращаясь к теме бронирования, хотелось бы, чтобы подвижность была получше. Для того, чтобы можно было как-то вовремя сваливать, что ли. Плюс стоит отметить, что здесь есть просто огромная вот эта ком-башня, которая пробивается всеми. Но это когда играешь от башни. А когда от башни не играешь, тебя просто бьют в корпус. Причем бьют тебя нещадно. Вот такая вот правда в отношении TL7120. Ну а теперь давайте посмотрим, на что он способен в реальном рандомном бою. Ну что, ребят, поехали. И на первых же секундах боя вам придется сделать крайне сложный выбор, на какое направление вам идти. Вам ехать вместе с тяжелыми танками. Ну, потому что вы типа тяжелые танки. И ваша подвижность, она от тяжелого танка. Соответственно, с ними вы-то точно успеете к замесу. Или поехать со средними и легкими танками, где, безусловно, гораздо легче играется на данной машине. Но в то же время вы туда, скорее всего, не успеете. И ваши союзники начнут замес или начнут месить ваших союзников до того, как вы туда подтянетесь. Ну, с другой стороны, не попадете сразу в махач. И, соответственно, скорее всего, не получите сразу тычку-другую от ваших соперников. Так, по пробитию. Ну, не сказал бы, что сейчас прям показательно. Потому что объект 752 действительно неплохо забронирован. Но в то же время, как вы видите, немножечко не хватает. Так, Тигрик, улыбнись. Получи тычку, откатываемся назад. По точности орудия особых нареканий у меня нет. Больше нареканий в отношении живучести машины. Если бы была немножко живучей или подвижней, я бы к ней вообще, в принципе, не цеплялся. И, скорее всего, машину себе в ангар хотел бы. В отношении настрела урона за бой. Не так уж и сложно сделать 5 выстрелов, которые приносят вам в районе 2-2,5 тысяч урона суммарно за катку. И, в целом, это такой себе нормальный середняковый показатель. Назад откатываться просто безумно неприятно, безумно сложно. Ну и, соответственно, крайне малоэффективно. Но за неимением других вариантов того, как поступить, приходится делать то, на что тебя, в принципе, сама игра вынуждает. Крутиться на месте тоже не сильно приятно. Крутишься, как на большом тяжелом танке, а по факту таковым не являешься. Ну и, как вы видите, отхватываю от восьмерки. Просто мама, не горюй. Да, у объекта неплохое пробитие, спорить не буду. Но в то же время хотелось бы, чтобы хотя бы что-то, но все-таки данная машина танковала. По большому счету, играя на данной тачке, ты постоянно находишься в необходимости размена. То есть, отдавать часть своего хп против соперников, которые, да, сбок имеют альфу меньше, чем ты. Ну и таким образом находиться, ну, хоть в каком-то плюсе. Такс, улыбаемся и машем. Никого не вижу, никого не достаю. Ну, а здесь попадаю, к сожалению, в маску орудия. Ну, давай АМХ. Принимай, принимай, как говорится, на себя. Я попытаюсь как-то вот так вот поиграть. Блин, да что ж такое-то? Уходим, уходим, уходим. Каждая тычка для меня сейчас может оказаться последней. Урона немножко набросал, но даст ли это позитивные результаты в виде победы, очень большой вопрос. Скорпион меня выцеливает. Для Скорпиона я, в принципе, шотный абсолютно. Ну и вернуться на предыдущую позицию, на которой я находился, как вы видите, тоже, ну, занимает немножко времени. Слава богу, добираю. Где-то там есть Скорпион, который не исключено, что будет ехать сюда. Сушечка, блин. Дал я, дал я Маху, попал по союзнику мертвому. Ну, в общем, вот такой вот ТЛ в реальном бою и из песни слов не выбросишь. И говорить о том, что это крутой танк, я не осмелюсь. Говорить о том, что это имба, ну, наверное, только самый отчаянный это сможет сказать. Либо какой-то очень крутой киберспортсмен, который прям супер данную машину может реализовать. По большому счету, для среднестатистического игрока машина будет очень сложная в реализации, малоэффективная. Ну и на выхлопе принесет вам, я бы сказал, не сильно большое количество позитивных эмоций от боев, в которых вы будете принимать участие. Именно по этим всем причинам я и не гоняюсь за ТЛ-7120. И если он когда-нибудь достанется мне на основном аккаунте из какого-нибудь контейнера или, может быть, по бросовой цене, тогда да, окей, чисто в коллекцию. Но не более того. 3000 урона, 2 уничтоженных соперника. К сожалению, получили с вами поражение, но не собираюсь вырезать данное видео, точнее данную часть видео и менять ее на более крутой какой-то бой там, где я победил. По одной простой причине, потому что хочу, чтобы вы видели правду о танках, которые вы, возможно, соберетесь себе покупать. Обязательно похвалю вам союзников, они сделали все возможное для того, чтобы победить, но, к сожалению, у нас это не получилось. Ну а наши соперники однозначно достойны лайкосов от нас, они действительно очень круто сыграли. Ну и, как мне кажется, мои лайки данным ребятам абсолютно заслужены. Вот такой вот танк и стоит ли покупать набор, вам стоит хорошенько задуматься. А если вы за правду и если вы за честные обзоры на технику перед тем, как ее покупать, то обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что здесь вам уж точно никто не пожелает и не посоветует приобрести себе что-либо, что может потенциально вас расстроить. А ТЛ-ка это действительно сделать может. Я побежал снимать следующее видео про Скорпиона G, который входит в состав данного набора. Ну а вы, друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход по Скорпиону. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok